Вся жизнь прошла на этом заводе, говорит токарь 6-го разряда Николай Иосифович Малаканчиков. Когда 40 лет назад он пришел в этот цех, здание только отстраивали заново после пожара. В 1975 году здесь решено было разместить полный цикл производства роторов. Закупили суперсовременное по тем временам оборудование. Оборудование было очень великолепное. Это немецкое оборудование с числовым программным управлением. Станки универсальны. Можно как работать по программе и в ручном режиме. Здесь много младых ребят набрали. Они осваивали эти станки. Освоили их. Ну и со временем здесь у нас в 1982 году организовалась бригада. Бригада токарей на этих станках. Бригада была у нас где-то в районе 30 человек. Ну, в то время было соревнование, конечно, бригадные соревнования. Соревнования бригады по отрасли. И с 1982 года мы трижды завоевывали красное знамя ЦК Волокая СМ еще. Знамя это как трофей до сих пор хранится в заводском музее. А многие из тех, кто пришел в цех в 70-х годах, работают здесь и теперь. Юрий Ченцов – уникальный токарь-карусельщик со стажем работы более 40 лет. Из них 33 года работает в 28-м цехе. Слесар механо-сборочных работ Григорий Алексеев, как здесь говорят, из бригады интеллигентов. На груди значок «Ветеран труда». Такие дают за 25 лет стажа. Григорий Валентинович на заводе уже 35 лет. Через 15 уже и дважды героя можно давать, шутит он. Любовь к труду, глубокие знания слесаря по облопачиванию роторов, высокую квалификацию Алексеев приобрел благодаря чуткому руководству прославленного бригадира Николая Павловича Васильева, ветерана войны, лауреата государственной премии, награжденного орденами и медалями. Сейчас знаменитый бригадир, который внедрил академический подход к работе, находится на пенсии. В этом году ему исполняется 90. Рядом с портретом академика фотография молодого мастера-ударника Владимира Говтвы с наставником Владимиром Хвостишковым. Ее сделали почти 20 лет назад. Если бы не ветераны, мы бы здесь не работали. Я с армии сюда пришел. Это было первое и последнее мое, так понимаю, место работы. Работа 28-го роторного цеха началась с производства рабочих колес для паровых и газовых турбин. В трудные перестроечные годы, когда количество заказов резко сократилось, здесь вытачивали малые роторы. То, что цех выжил в 90-е и не закрылся – настоящее чудо, достигнутое благодаря грамотным действиям руководителей предприятия, говорят старожилы. Участок сборки и облопачивания роторов напоминает выставочный зал, где можно долго бродить любую с экспонатами. Сегодня в работе роторы для белорусской АЭС. Говоритные и внешне очень эффектные узлы. Не случайно именно сюда чаще всего приходят гости компаний, среди которых политики и бизнесмены. Год от года роторы становятся все сложнее, появляются новые решения, ужесточаются технические требования. Впрочем, для профессионалов своего дела это не проблема. Ну это в процессе. Переучиться, как научился, переучиться нет. А в процессе работы все осваиваем, новое оборудование. Новые турбины. Ну, да нет. За четыре десятилетия работы 28-й роторный цех, не меняя своего адреса, поменял и город, и страну. Но команда профессионалов и ее искреннее желание работать вместе остаются неизменными.